Доброго времени суток, с вами Сергей Чураков. В этом видео я покажу установку операционной системы Fedora. Это на сегодняшний день одна из самых перспективных, самых последних версий. Вышла буквально на днях. Fedora производит компанию Red Hat. Это бесплатная операционная система Fedora, из которой делаются потом, конечно, платные пакеты, входящие в операционку Red Hat. Кликаем загрузить, либо вот эту кнопочку. Здесь, конечно, получаем live образ, но я буду устанавливать через NetInstaller, то есть через сеть. Для этого я кликаю 64 бит, 447 мегабайт. Кликнул, загрузил, вот у меня этот образ. И далее перехожу на программу Oracle VM VirtualBox Manager. То есть это такая программа, с помощью которой можно загружать виртуальную операционную систему. Разные, причем тут у меня видите Windows XP, Ubuntu Studio, Cali Linux, PC Linux OS, OpenSoce. То есть я рассматриваю разные операционные системы, потихонечку их тестирую. Какая-то мне понравилась, какая-то не нравится. И, конечно, выберу то, что мне больше походит по душе. И, конечно, поставлю как основная операционная система. Итак, для того, чтобы установить новую операционную систему, я нажимаю создать. Пишу здесь название. Так, название пишу. Linux Fedora 64 бита. Нажимаю Next. Так, здесь укажите объем оперативной памяти, выделенной на данной виртуальной машине. Объем 768 мегабайт. Я поставлю чуть побольше оперативной памяти, но пусть будет, ну вот так, 2,720. Нажимаю далее. Выберите жесткий диск. Выбираю, конечно, больше, чем 8 гигабайт, создать новый виртуальный жесткий диск. Нажимаю создать. Дальше, здесь я ничего не меняю. Виртуал бокс, диск, имидж, нажимаю Next. Динамический виртуальный диск, либо фиксированный. Я выбираю динамический. У меня жесткий диск шустрый, поэтому лучше, конечно, динамический. Меньше места занимает. То есть место расходуется по мере заполнения. Если вы выберете фиксированный, то на вашем жестком диске будет отрезан определенный кусок под виртуальную машину. Нажимаю динамический. Дальше. Укажите, пожалуйста, имя нового виртуального жесткого диска. Будет Fedora. Далее. Здесь выбираем объем, занимаемый под операционную систему. Ну, я выбираю где-то вот в районе 50. Хуй будет так. И нажимаю создать. Дальше. Здесь уже появилась Fedora. Теперь надо ее немножко настроить. Общий дополнительно. Общий буфер обмена. Включаем общий буфер обмена, чтобы из основной операционки можно было копировать. На эту, на внутреннюю операционку виртуальную. И назад также. Переносить данные. Далее. Описание. Окей. Еще разок. Система. Дискет нам не нужна. CD. Сначала загрузимся, конечно, с CD. Потом жестким диском. Так. Часы. Это все включено. Так. Здесь основная память. Есть процессор. У меня шестиядерный процессор. И виртуалка нам, конечно, делит пополам. Получается, три процессора будут задействованы. Так. Дополнительные возможности. Пускай включим. Это все стоит галочки. Окей. Давайте еще раз. Дальше. Дисплей. Видеопамять. Видеопамять 128 мегабайт. 2D ускорение. 3D. Оно может потянуть, может не потянуть. Но я оставлю 2D ускорение. Так. Здесь ничего не меняю. Носители. Носители. Вот здесь надо подключить наш скачанный образ. Кликаю сюда. Выбираю привод. Выбрать образ оптического диска. Дальше. Выбираем наш образ скачанный. То есть у меня скачано в папке Downloads. Выбираю Fedora Workstation. То есть тот, который я только что скачал. Нажимаю открыть. Дальше. SATA контроллер. Это место на вашем жестком диске. Лучше конечно SATA версию. Так. Далее. Аудио. Здесь ничего не меняю. Здесь ничего не делаю. USB. Включить контроллер USB 2.0. Можно включить, можно не включить. В принципе оно не столь важно. Общие папки можно добавить. Все. Нажимаю. Ок. Далее. Все подключили. Вторичный привод IDE. С него мы сейчас будем загружаться. И устанавливать на контроллер SATA порт 0. То есть вот. То что мы выделили. То что я выделил 52 гигабайта. То есть именно сюда я буду устанавливать. Дальше. После этих настройок нажимаю запустить. Здесь. Здесь install fedora. Test media install fedora. Я буду устанавливать. То есть сразу выбираю install fedora 22. Пошла установка. Пока поставлю на паузу. Итак. На следующем шаге система нам предлагает выбрать язык. Выбираем русский. Либо тот, который вам интересен. Нажимаю продолжить. Так. Региональные настройки клавиатура. Часы, время. Языковая поддержка. Русский язык. Так. Источники установки загрузка метод данных пакета. Это выбор и расположение автоматического разгоняя диска. Так. Значит заполните элементы, конечно, этим значком, прежде чем перейти к следующему шагу. Хорошо. Будем заполнять. Система. Автоматическая установка. Автоматическая установка. Так. Выберите устройство. Выбор устройств. Выберите устройство, где будет выполнена установка. Они останутся нейтронами до тех пор, пока вы не нажмете кнопку начать. Установка в главном меню. Локальные диски. Локальный диск. Это то, что я выделил. 52 гигабайта. Специализированные сетевые диски. Добавить диск. Создание раздела. Автоматические. Я настроил разделы. Выделить дополнительное пространство. Вышифровать данные. В принципе, если бы это было на жестком диске установка, я бы настраивал вручную. Так как на виртуалке я ничего строить не хочу. Поэтому оставлю как есть. Как есть. Нажимаю ОК. И нажимаю начать установку. Создание разделов пошло. Здесь пишут. Заполните элементы, отмеченные этим значком прежде, чем перейти к следующему шагу. Пароль суперпользователя. Кликаем сюда. Это обязательный элемент. Пароль суперпользователя. Вводим пароль. Подтверждаем. Так. Я не буду там что-то усложнять сейчас. Нажимаем готово. Создание пользователей. Пользователь не будет создан. Нажимаю создать пользователя. Это обязательно. Потому что мы все-таки имеем дело с операционной системой Linux. И лучше, конечно, заходить из-под суперпользователя. Вожу имя пользователя. Вожу имя пользователя. Я не буду требовать пароль. Пусть будет как есть. И, конечно, если вам требуется какая-то дополнительная защита, тогда надо придумать пароль. И нажимаете готово. Дальше. Загрузка продолжается. Идет скачивание из сети. И сейчас на следующем шаге будет что-то еще. Пока на паузу поставлю. Так. Дальше. После того, как здесь пройдут все автоматические настройки и загрузки, будет готово и появится такая кнопочка перезагрузка. Нажимаем перезагрузка. Сейчас перезагрузится операционка и должно все получиться. Так. Здесь перезапускаем и запускаем Fedora верхнюю. Загружается виртуальная машина. То есть операционная система в операционной системе. Нажимаем на пользователя. Вуаля. Операционная система запустилась. То есть за несколько секунд загружается данная операционка. Что в разы быстрее загрузки операционки Windows. Так. Добро пожаловать. Настраиваем язык. Русский. Нажимаем далее. Набор. Выберите раскладку клавиатуры или способ ввода. Русская. 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 Все нормально. Нажимаем далее. Конфиденциальность. Параметры конфиденциальности можно изменить позднее. Службы определения местоположения позволяют приложению определить ваше географическое местоположение. Специальный администратор будет выдавлять о включении службы. Автоматические отчеты о проблемах. Отправка отчетов о технических наполадках поможет нам улучшить Федора. Отчеты отправляются на него и неотвежат персональные данные. Подключить сетевые учетные записи. Подключение сетевых учетных записей позволит получить доступ к электронной почте, онлайн-календарю, контактам, документам и фотографиям. Здесь можно подключить Google, OneCloud, Windows Live и Facebook. Хорошо, давайте подключим Google. Учетная запись Google. Так, вводим свою учетную запись. Далее. Гном запрашивает следующее. Просмотр управления почтой. Просмотр вашего адреса электронной почты. Просмотр основной информации. Так, далее, далее, далее. Далее. Соглашайтесь с этим. Нажимаем принять. Выберите пароль для новой связки ключей. Приложение хочет создать новую связку ключей с именем Default Kering. Необходимо выбрать пароль для этой связки ключей. Пароль введите еще раз. И нажимаем продолжить. Так. Что дальше? OneCloud, Windows Live, Facebook. Давайте еще в Facebook подключим. В дом получат следующую информацию. Хорошо. Так. Windows Live и OneCloud. Windows Live. По-моему, я туда заходил. Сейчас попробую. Так. Опять на паузу. Так. После ввода пароля здесь система помогает. Следующее. То есть, следует сообщение. Помогите нам защищать вашу отчетную запись. Чтобы подтвердить, что это ваш адрес электронной почты, введите его ниже и нажмите Далее. Далее надо идти на свою электронную почту, взять там письмо, в котором будет код, и взять этот код и вставить сюда. Вот как раз и письмо прошло. Нажимаю отправить, дать доступ приложениям к вашим учетным записьмам, синхронизация, отправка почты, доступ к вашим сведениям в любое время, просмотр изменения ваших данных в OneDrive, доступ к вашим интерсам, электронная почта. Вы можете в любое время изменить эти разрешения. Так, осталось OneCloud. OneCloud. У меня нет записи в OneCloud. Нажимаю Далее. Теперь все готово. Начать работу с Видора. Дальше открывается начало работы. Запуск приложений. Переключение между задачами. Ответ на сообщение. Общая задача. Выбор фона рабочего стола. Ответ на сообщение. То есть смена. То есть фактически это идут настройки. Здесь можно посмотреть видеоролики. То есть как пользоваться. То есть как запустить приложение. Переключение между задачами. Можно посмотреть ролики. Ролики короткие. Получающие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне уже нравится. Ответ на сообщение. хорошо давайте посмотрим что здесь есть обзор то есть здесь уже установлена нас фарфокс эволюшн то есть это для почты ритма бокс наутилус центр приложения справка показать приложения chase это с камерой связано deep assistant Domino's Firefox LibreOffice LibreOffice то есть это тот же самый Microsoft Office часы карты, контакты, центр приложений ну в принципе очень хорошо. Очень все просто. Firefox. Вот и Mozilla открылась. Управите быстро то. Как классно на все, есть подсказки. Итак, давайте посмотрим настройки. Справка. Показать приложение. Я. Центр. Пенджер приложения. Загружайте с ней с фармами. Офисные приложения. Убор редактора. Графика. Аутилюта. Так. Витал микро. Так. Звук. Так. Здесь рабочие столы. Это что? Так. Это для воспроизведения музыки. То есть это как раз работа с файловым менеджером. То есть все уже разбито по папкам. Так. В принципе работает. LibreOffice. Тот же Microsoft Office. Ну почти. Все печатает. Все нормально. Допсер. Допсер. Это что? Так. Понятно. Это с картами связано. Так. Ну очень хорошо. Вот тебе биты. Анализатор диска. В принципе очень шустро работает на мой взгляд. То есть занято всего 4,2 гигабайта из 34 свободных. Вообще домашней папке занято 30 гигабайт. Пройти бы у Windows и спросить сколько будет займет. Сколько займет. Так. Пока. То есть на установку операционки ушло всего 4,1 гигабайт. 4,1 гигабайт. И так конечно при установке занимает около 20 гигабайт. Так. Заметки. Создать. Ну это как в Индии 7 есть тоже заметки. Так. Что тут еще? Так. Так. То есть здесь конечно удобно. Когда несколько точек столов. На все есть подсказки. Как пользоваться. Итак. С вами был Сергей Чураков. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Будет что-то интересное. И по заработку. До скорых встреч. До скорых встреч. Нажимайте.